В Екатеринбурге городская прокуратура выписала местной полиции предписание провести проверку в отношении нашего земляка, 39-летнего топ-блогера и члена областной общественной палаты Сергея Колясникова, известного в виртуальном мире как «Зергулио» и «Старый солдат». А поводом для проверки стало оскорбление Сергеем российской керлингистки, обладательницы бронзовой медали Пьячхана и просто красавицы Анастасии Брызгаловой, которая несколько дней назад, комментируя высказывание западных СМИ про нейтральную форму российских спортсменов на 23-й зимней Олимпиаде, лупанула. «Неважно, в какой форме играть». На это блогер патриотической ориентации «Зергулио» в соцсетке опубликовал фото жабу, где красавица Анастасия стоит в форме, а на левой груди написано, как на заборе, нецензурное слово, одно из четырех запрещенных Роскомнадзором. Дескать, ну раз «неважно, в какой форме, получите». Причем этот шедевр юмора «Зергулио» нарисовал не сам, а нашел где-то на просторах сети. То есть он эту картинку опубликовал далеко не первым. Но именно на нашего популярного в сети земляка возбудился известный юрист Ярослав Михайлов из Кирова. Дескать, некая екатеринбургская общественность пожаловалась на «Зергулио», и тот написал заяву в прокуратуру Екатеринбурга по месту жительства Сергея Колясникова. Прокурорские перенаправили жалобу в полицию, и вот теперь в отношении Сергея Колясникова началась проверка. Юрист Ярослав Михайлов по этому поводу заявил, цитирую по УРАРУ, «Ничего личного, просто тут перебор уже. Можно критиковать, не переходя этические и моральные нормы, а Колясников их перешел». А еще Кировский юрист Михайлов предположил, что «Зергулио» якобы стал оплачиваемым троллем. Цитирую его по УРАРУ, «В последнее время посты этого блогера идут в пику, проводимой в РФ политике, что дает основания полагать проплаченность его услуг в интересах, скажем так, определенного круга лиц». Кировский юрист Ярослав Михайлов часто впрягается в разные скандалы, зачастую не связанные с его регионом. Недавно он инициировал проверку преподавателя УРФУ Константина Юрченко, который, выступая с лекцией перед одиннадцатиклассниками, лупанул, что поколение, родившееся с 65 по 75 годы, это люди, научившиеся грабить, убивать, обманывать, давать и брать взятки. И вообще это большое зло. И юрист Михайлов впрягся за наше поколение, чтобы, значит, силовики проверили это высказывание на экстремизм и разжигание. Но а что же Зергулио? Он, конечно, отреагировал на заявление Ярослава Михайлова и накопал про него много интересного. Оказалось, что Ярослав в свое время сменил ФИО. Раньше его звали Алексей Свинин. Цитирую по живому журналу Зергулио. «Оказывается, будучи в 1999 году сотрудником милиции, работал следователем в набережных Челнах, он был осужден за кражу к 3,5 годам лишения свободы и отбыл полный срок наказания. Сейчас Свинин подозревается в совершении около сотни мошеннических действий с июня 2005 по январь 2006 года в отношении участников войны и контртеррористических операций. Представляясь адвокатом, он обещал помочь вернуть им боевые, для чего брал у них деньги. Вначале суммы были не так велики, от 700 рублей, но аппетиты у подозреваемого росли, и цена за оказание юридических услуг тоже, и достигла 7 тысяч рублей. В отношении Свинина возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 3 УК РФ «Мошенничество». Конец цитаты. А по поводу картинки с Анастасией Брызгаловой Зергулио написал так, цитирую. «Одно понять не могу. Как такой калаш может кого-то оскорбить? Символики российской на гражданке в принципе нет, а о своем безразличии к написанному на спортивной форме она заявила открыто. Понимаю, что мое мнение насчет Олимпиады расходится с установленным для федеральных СМИ трендом, но что поделать? Бывает. Важно другое. Если единственный, кто согласился написать такую кляузу, отсидевший за кражу 3,5 года и имеющий после более 100 эпизодов мошенничества уголовный рецидивист, который обманывал ветеранов, то я, пожалуй, даже рад. Ведь это значит, что приличные люди выполнять этот заказ отказались». А завершил Зергулио свою отповедь юристу Ярославу Михайлову так. Ну, это по поводу того, что он якобы стал оплачиваемым троллем. Цитирую Зергулио. «Предполагаю, что на зоне Михайлов долбился в туза. Отсюда и обиды на весь мир и постоянные заявления в прокуратуру». Конец цитаты. Что примечательно во всей этой истории, Зергулио разместил картинку с керлингисткой Анастасией и матерным словом на ней за несколько часов до того, как ее партнера по команде и законного супруга Александра Крушельницкого поймали, ну или как бы поймали, смельдонием в организме. Это тот самый препарат отечественной разработки, вокруг которого стоял кипиш в начале 16-го года, ну когда наших спортсменов за него карали, хотя у сушианцев есть такой же аналог и им ничего. Но это отдельная тема. Обидно будет, если нашу керлинговую смешанную пару лишат олимпийской бронзы. Из-за этой подставы. Возможно, это был удар именно по красавице Анастасии. Удар завистников. Слишком уж ей залюбовался и возбудился на нее весь мир. Обозвали даже русской Джоли. Хотя Настя-то, конечно, краше. Но вот насчет неважности в какой форме, она, конечно, зря сказанула. Но как может быть человеку, который занимается таким дорогим видом спорта, которого родина вскормила, воспитала, вывела на олимпиаду, пофиг в какой форме выступать. Но это по меньшей мере странно. И на посошок, что касается того, будто бы Зергулио якобы кому-то продался. Мы не те люди, которым за него заступаться. Он топовый блогер, звезда, но он наш земляк. И мы знаем, что Сергей никому не мог продаться, потому что он искренний человек, любящий свою родину. Да, он против поездки наших спортсменов на олимпиаду. По его мнению, это унизительно и не принесет результатов. Но это его мнение. Байкотировать 23-е Олимпийские игры было нельзя, ибо Запад сразу же отбайкотировал бы наш футбольный мундиаль. Но не надо было ехать при отсутствии сильнейших спортсменов. Да, второй эшелон выстрелил, но только в серебро и бронзу. Катастрофически не хватает золота. И Зергулио высказал свое мнение. И может быть именно поэтому он и потроллил красавицу Анастасию Брызгалову за ее не совсем патриотическое заявление. Потому что для русского реально важно выступать в российской форме или любой другой. А то, что высказывания Зергулио иногда идут поперек российского тренда, так и Сергея можно понять. Недавно он, как борец со всякого рода несправедливостью и борец весьма успешный, с результатами, впрягся в конфликт в Петрозаводске, где компания, имеющая отношение к власть придержащим, кинула дольщиков, десятки семей, за счет очень хитро подготовленных документов, загнав их фактически в изощренную кабалу. Зергулио полез разбираться, и в итоге на него подали в суд, начали расправу над журналистами. Ну, видимо, человек на определенных людей чисто по-человечески обиделся, но никому не продался, и родину от этого меньше любить не стал.